Индивидуальные предприниматели и средний бизнес от мер противодействия распространению коронавируса пострадали повсеместно. Российское правительство на частичную компенсацию затрат направило средства огромные. В первую очередь предполагалось оплатить время простое. То есть определили отрасли, особенно пострадавшие, и людям в них трудящимся решили дать помроту. В Мордовии деньгам из Москвы всегда рады, а поэтому быстренько прикинули, что имеет республика право на полтора миллиарда рублей. Однако реальность оказалась несколько иной, чем представлялась в высоких кабинетах. Тогда мы взяли с коллегами общий пул, кто попадает у нас под данную категорию. Понятно, пока еще не знаю, у кого зарплата ниже мрот. Сейчас эта цифра уточнилась, значит, она у нас снизилась существенно, я объясню. Сегодня эта мера планируется на уровне 670 миллионов рублей. Ими воспользуются, по нашей оценке, 2500 субъектов малого и среднего предпринимательства. А дальше прозвучала страшная цифра. В Мордовии более 5000 субъектов малого и среднего предпринимательства абсолютно не вписываются в планы Министерства экономики. Хотя их, их поведение, их финансовые траты без их же ведома на бумаге посчитали. Предприниматели где-то объективно, где-то, наверное, не объективно, но они показывают заработную плату ниже мрот. А вот эта мера поддержки, она направлена в первую очередь на бизнес, чтобы он вышел из тени. И мера поддержки не получат те, кто работает в тени. Ну, в черную платят, вы это прекрасно понимаете. Вот таких более 5000. У мордовского бизнеса, к кабинету министров республики, вопросы во время антиковидных мероприятий возникают постоянно. Но один из самых часто задаваемых – это поведение банкиров. Вроде бы в Москве сказали им помогать на местах, а на деле к кредитам для выживания предприятий прилагается добавка. Мало кем желаемое к получению в виде страховок. Но тут же министр финансов уточнил, что банки имеют право и свою линейку кредитных продуктов предлагать. А там уже ссылки на постановление правительства России, мягко говоря, не пляшут. Конечно же, банку невыгодно выходить на просрочку или вставить заемщика в такое положение, что он не будет кредитспособен, у него не будет возможности обслуживать данные кредиты. И сам банк предлагает заемщику определенные программы, которые способствуют отсрочке и рассрочке определенных плат по кредиту. И, соответственно, здесь вполне возможно, платы за определенные послабления, они и предлагают дополнительно перестраховаться. Это страховой продукт. Вывод сделали простой. Это не банки плохие, это вы сами можете заключать добровольно и по соглашению сторон дополнительные соглашения с кредитными организациями. Никто никого не заставляет выживать по новым правилам. Евгений Волков, Павел Голобаев. Наши новости. Евгений Волков, Павел Голобаев.